И, кстати говоря, почему я немножко против того, что называют у нас, а у вас будет котел с индивидуальным отоплением, да, вот почему я немного против, смотрите, котел с закрытой камерой, у него стоит, ну, грубо говоря, это разделенный коаксиальный дымоход, вот, у него, соответственно, вот эта труба, это приток, а эта труба уходит в общий дымоход. Все вроде как красиво, вопросов нету, все вроде замечательно, но все было бы так замечательно, если бы не было не совсем замечательно. Во-первых, на вот этой трубе у вас всегда будет появляться конденсат зимой, потому что холодный воздух по трубе заходит в помещение, и это у вас кухня, здесь всегда будет повышенная влажность, и здесь всегда будет образование конденсата. А еще самый интересный момент, это то, что вот он, казалось бы, балкон. Балкон, ну, сделан он из говешного профиля, тонкий профиль, понятно, что для полноценного утепления этот профиль не годится, но в наших широтах, в принципе, этот профиль может, можно жить, как говорится. Но, есть одно но, дымоход, который забирает, то есть труба, которая у нас забирает воздух в котел, он находится вот здесь, на балконе, он не на улице, он на балконе. И чтобы котел не задохнулся без воздуха, не встался, не встал в ошибку, здесь сделан вот такой вот продух на улице, отсюда дует уличный воздух. Соответственно, как вы думаете, сколько градусов здесь будет, когда на улице станет минус 5, минус 7, минус 10? Да хрена, правда? А еще самый главный момент, что вот эту решетку людям захочется закрыть, если вдруг они соберутся утеплять балкон. Да, то, что тут трещит, это понятно, что тут трещит, это будет трещать, потому что там нагружены все конструкции. Здесь явно не выполнены вверху развязки конструкции, то есть стенка вот эта, которая подходит, у нас скорее всего касается там бетона, и под нагрузкой тут всегда будет трещать. Но это ладно, то что трещать, просто элементарно здесь, если захотите, вдруг там думают люди утеплить этот балкон, им по сути надо утеплить только эту стенку. Ну и полз потолком, да, то вот та штука будет заглушена. И уже вчера люди спрашивали тут из соседнего дома, говорят, а можно нам балкон утеплить и поставить сюда батарею? Я говорю, батарею можно поставить, но с утеплением будьте внимательны, не вздумайте затыкать вот эту дырку, потому что это, говорю, легкие вашего котла. Да, поэтому такая интересная особенность, что котел, который находится в квартире, ну, не знаю, я, лично я, мое мнение, я против таких изощрений. Изощрений по той простой причине, что люди многие не хотят жить в частном доме, говоря о том, что частный дом требует к себе постоянного внимания, что надо на него внимательно всегда тратить время на то, чтобы там котел, отопление запустилось, не запустилось, проверять. Люди тратят деньги, ставят различные системы сигнализации наблюдения, типа GSM-модулей и так далее, которые бы контролировали, работает ли котел, есть ли отопление дома, потому что если вдруг котел встал в ошибку, то у вас все разморозилось и так далее, и так далее. То же самое, то же самое могу сказать про вот эту штуку. То есть да, вроде классно, да, позиционируют это прикольно, что ты можешь в любой момент включить отопление, выключить, сделать теплее, сделать прохладнее, у тебя всегда есть горячая вода, если есть холодная вода. Да, но это устройство, которое требует внимания, которое требует обслуживания, которое еще и изначально непроваденно установлено, то есть этот косой фильтр не работает, он не должен так стоять. В таком положении он в принципе ничего не фильтрует, но это пол-дела. Дело в том, что у них внутри стоит расширительный бак в этом котле, и этот расширительный бак, он имеет ограниченный срок службы. То есть даже если мы не будем брать такие варианты, как полетел датчик, испортился там теплообменник, просто банально, мембрана расширительного бака имеет срок службы 5-6 лет. Поменять его достаточно дорого и достаточно сложно. Ну вот как-то так. Поэтому я лично всегда говорю, ребята, все как бы замечательно, но в квартире я против таких вещей. Это вот мое мнение. Газовая колонка, вопросов нет. Вот с этим куча вопросов, потому что это отопление дома, за которым надо следить. Тогда называется, от чего мы ушли, если мы не живем в частном доме, а живем в квартире. Ну, не от чего. Ну, это ладно, лирика.